ГРС вновь попал в сводки уголовных преступлений. И вновь речь идет о переоформлении участков. Не стихли еще обсуждения незаконной передачи земли на Скребина-45 в Бишкеке, как всплыл новый участок. На этот раз речь идет о землях, расположенных по адресу Киевская 110. Сотрудники госрегистра и глав архитектуры подозреваются в незаконном оформлении документов, которое привело к передаче земельного участка частному лицу. Установлено, что в 2016 году должностные лица вышеуказанного госрегистра, несмотря на наложенный арест по уголовному делу, незаконно провели техпаспортизацию незавершенного объекта в городе Бишкеке на основании недействительного разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Тогда как, согласно ответу Бишкеке главы архитектуры, указанное разрешение выдавалось до 20 мая 2005 года и в последующем не продлевалось. Кстати, предыдущий факт, послуживший основанием для временного отстранения главы ГРС Тайрбека Сарпашева, все еще расследуется ГСБЭП. Дело по участку на Скребина-45 следователи планируют завершить примерно через месяц. Однако в зеле могут появиться новые факты, говорят члены депутатской комиссии, которые также заняты расследованием. Комиссия недавно продлила свою работу до сентября. И сейчас, по информации председателя комиссии, еще есть около 10-15, ну примерно 15 объектов, которые были также рейдерским путем захвачены третьими лицами. Поэтому комиссия все эти факты должна обнародовать и дальше уже должны дать правовую оценку правоохранительного органа. Парламентарии говорят, в последнее время выявляется немало фактов злоупотреблений в системе регистрации прав на недвижимое имущество. В этой связи работу ГРС нужно взять под особый контроль. За незаконное переоформление частной собственности руководство ведомства должно нести персональную ответственность, считают законодатели. Это вопиющее нарушение, когда земли переоформляются, да еще если при этом находятся под арестом. Я считаю, должна быть проведена тщательная проверка в ГРС. Виновные лица должны понести наказание. Собственники доверяют судам и прокуратуре. Они думают, раз на земле наложен арест, значит с участком ничего не произойдет. А подобные действия подрывают доверие к прокуратуре и правосудию. Нужно жестко наказывать за такие махинации. Кто понесет наказание за перепроданные участки, неизвестно. Однако депутаты сомневаются, что удастся привлечь к ответственности главу ведомства ТРБ Касарпашева. Он уже не раз умудрялся избежать ответственности. Не исключено, что и на этот раз вина будет возложена на рядовых сотрудников. Игорь Потанин, Алтембек Канебекулу, НТС.